В Вологде открылась выставка, посвященная Пасхе. Она рассказывает о тех традициях, которые связаны с празднованием Христово Воскресения. И напоминает, что важно не просто отметить этот день на бытовом уровне, покрасить яйца и спечь кулич. Прежде всего необходимо прийти в храм, поучаствовать в духовных встречах. Подробнее о проекте в сюжете наших вологодских коллег. Существует множество народных традиций празднования Светлого Христово Воскресения, Пасхи. Здесь и куличи, и расписные пасхальные яйца, и христосование. В старину в этот день звон начинался с колокольни Софийского собора и подхватывался всеми храмами города. Да и сейчас в пасхальную седмицу каждый может подняться на колокольню и выразить свою радость от праздников в звоне. Но в современной епархии возникают и новые традиции. Это Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Малиновый звон Пасхи», встреча Благодатного огня, проведение встреч и выставок, посвященных празднику. Одна из таких выставок, предваряющая пасхальные торжества, открылась в Вологодском музее-заповеднике. Мы неотделимы вообще от Русской Православной Церкви, конечно. И то, что складывается такое сотрудничество, оно очевидно, что оно должно быть. А сегодня мы открыли выставку «Традиции Русской Пасхи». И такие выставки, собственно, они у нас были традиционные. И уверена, что мы эту традицию будем продолжать. Необычность этой выставки в представленных экспонатах. Это расписные глазурованные пряники козули вологодского мастера Светланы Мельниковой и тканые гобелены Евдокии Пановой. Радостные праздничные работы они не оставят равнодушными посетителей выставки, на которой предусмотрены мастер-классы, где каждый может научиться этому забавному искусству. Можно сказать, своего рода смайлик такой. Сразу два пряника расписал владыка Игнатий на этом мастер-классе. Но знакомясь с добрыми традициями празднования Пасхи, важно помнить, что за внешней стороной наших действий всегда стоит глубокое духовное значение этого главного для всех верующих праздника. Всякий человек живет в определенной культуре, и живет теми традициями русскими, которые есть. И главное, чтобы содержание праздника отражалось в этих традициях, чтобы не получилось так, что вот у нас, когда мы кращим пасхальное яйцо, в результате остается одна скорлупа, которую очистили крашеную, а самого яйца нет. Так, чтобы не получилось с нашим праздником то же самое. А как миссионеры проповедовали христианство, они принимали те традиции, которые существовали у народа, и разговаривали с народом на их языке, на понятном для них языке. И вот творческое выражение, да, учитывая культуру и быт населения, и доносили саму истину. Здесь, я думаю, сочетается и то, и другое.